Субтитры делал DimaTorzok 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 Делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok С4 ход нормальный Конь D6 Ну здесь король бьет D7 Тоже приводил к ничье И С3 ход, который сделал Магнус Карсон Совсем неплох Конь Е4 Король бьет D7 Ладья бьет С3 Король Д8 Ну и вот дальше был еще один момент Почему я все это показываю Здесь черные должны были сыграть король Е7 И позиция оставалась ничейной Ну можно сказать равная Равная неправильное слово Но ничейной Ничего белые не могли извлечь А было сыграно ферзь Е3 Ферзь Е3 сыграл Магнус Карсон Ну я уж не знаю То есть он увел ферзя с активной позиции Конечно он защищался от хода ладья Д6 Я вернул ход назад Ладья ферзь Е3 И теперь белые могли сыграть Е6 Белые могли сыграть Е6 И выиграть партию форсированно Потому что вот главный вариант такой Ладья А7 Но ферзь Е3 выключилась из игры на самом деле Могли ли черные сыграть например ладья А1 Такой странный вопрос Можно ли сыграть ладья А1 Тогда С7 шаг Выручает белых и обеспечивает им победу Если король Е8 То все равно Ну король Е7 сыграл Д6 И нельзя отступать Поскольку шаг выигрывается ферзь А даже на король Е8 Белые играют сыграл Д6 Не опасаются шага с поля Ж1 Поскольку белый король идет вперед Можно дать еще один шаг Но белый король идет на Ж4 И от шагов уходит вот по такому вот маршруту Шаги кончаются Можно дать еще шаг с поля А5 Ну что такое шаг с поля А5 Ушли на Ж6 Убежали от всех шагов Угрожает шаг С8 Это мат Угрожает шаг с Ф7 Потом Е7 Это тоже мат То есть нельзя защититься вот таким образом Потому что все равно получится вот такой вот мат Ну то есть вот такой вариант я вам показал Это по поводу хода ладья А7 А что То есть сильнейший ход здесь Не ладья А1 и ладья А7 Но тогда все равно Слон ДЕ5 Белые усиливают свою позицию Играют вот таким вот образом Перегруппироваются И никуда черным не деться Потому что оказывается Что позиции белых выигрышные Но опять же понимаете Это вот такой тактический удар Ну выручает белых Или позволяет белым выиграть форсированно Потому что нельзя взять ладью из-за вилки И не помогает взять и на Е6 Поскольку шаг-шаг вилка И все равно теряется черный ферзь Но опять же Это компьютерные варианты И то что Е6 форсированно выигрывал Это в общем-то Ну Опять же Апеллируем к нашим электронным друзьям Ну была сыграна ладья А7 Д3 и все Так сказать вернулась на кройке своя То есть позиция снова стала ничейной равной И более того Поскольку Добраджу Кутиш упорно бился Стараясь выиграть партию То он доигрался до того Что уже белые стоят нехорошо Вот здесь ферзь С1 Но черные держат позицию Они не проигрывают Не выигрывают Слон ЭД6 Это ход рискованный Но нужно играть на победу Как-то вот так вот Отдал он пешку Добраджу Кутиш пошел Королем вперед Но это уже нехорошо То есть хуже у белых Конь герджи 5 Король пошел вперед Ладья Д5 Король Ж6 Конь Е6 И код ферзь Е1 Который был в последнем Нет не последнем партии Ну вот так вот да Вот так Последнем в партии Правильно Ферзь Е1 белые сдались Потому что теряют коня на Е6 Ну вот это одна из Один из абрагеддонов Предыдущего четвертого тура А другой абрагеддон Который я хочу приложить ваше внимание Это концовка Не концовка даже середина партии Между Шахрияром и Медяровым Дербеком и Сатуровым То есть опять же Это абрагеддон Белые обязаны по заказу выигрывать Позиция была вот такая Вот И что здесь Вот когда белые сыграли А4 Что черным делать Ну они сыграли конь Е7 Завязывая белого коня И белые обязаны были сыграть Б5 После чего позиция оставалась Близкой к равной То есть черные играют конь Е5 Конь на С6 конечно хорош Но с другой стороны Черные ставят тоже неплохо Конь занимает при желании При возможности Поле Ж4 И действует на нервы белому королю А прямой атаки на черного короля Белые развить не могут А по линии С В общем ничего особо им не светит То есть там ферзь Е5 можно сыграть Ферзь Д2 можно как-то еще Ну примерно равная позиция Но вместо хода Б5 Извиняюсь вот здесь вот Итак Да Вот в этот момент Вместо хода правильного Б5 Белые сыграли ладья Д4 Зевнув Ну не сложный в общем-то мотив Я посмотрел на время Которое было у соперника Вообще на время Которое потратил на Ребекка Масаторов Обдумывая свой очередной ход Время незначительных Секунд 8 Ну это армагеддон Близ и так далее И черных 7 минут изначально Времени не так много Но вот если бы на секундочку Ребекка Масаторов так остановился Вник бы немножко в позицию И понял что Кроме хода конь Д5 Который он сделал Если более сильный ход Ладья бьет С6 Выигрывающий партию за черных То он наверное его заметил бы Посчитал бы Сделал ход и выиграл бы партию Выиграл мягеддон Набрал лишние пол очка По сравнению С тем что получилось на самом деле То есть что здесь получается Ферзь Д3 белый играет Собственно это их останавливает То есть останавливает черных Вот такая возможность И тогда конь Ф5 Взять НД6 И ладья бьет С1 Не ладья бьет Д6 Это уравнение шансов на самом деле После Ферзь Б1 Там сложная игра Но Уигрывает ладья бьет С1 строго Что делать Если король Ф2 То ладья С3 И идет решающая атака На белого короля Плюс то обстоятельство Что ладья на Д6 Атакована конем С5 Это тоже существенно Вот так вот Ладья С2 шах Но если пойти вперед То просто маг получается Лучше белому поэтому Выйти не на Ф2 королем А на Аш2 Тогда все равно Ладья С3 Все равно Развязывать черного коня Белый И не вправе Потеряется ладья Ну и плюс Можно начать матовую атаку На белого короля Ну Ферзь Е4 Принципиальный вариант Тогда ладья бьет Е3 Ну и все кончается Собственно Почему принципиальный Потому что хочется Удержать защиту А Ферзь Д2 что такое Ферзь Д2 скажем Тогда можно сыграть Конь Бьет Е3 Не соблазняя взятием ладьи Следующий ход Конь Ж4 И матовая атака На белого короля Поскольку Ж4 не помогает При ладье на С3 Это все равно мат По третьему ряду Ладья все поля контролирует Ну этого всего не было Ни такого хода Ни этакого Ладья Бьет С6 Черные не сыграли Сыграли Конь Д5 И у белых лучше У белых лучше здесь Хотя в общем Позиция еще не выигрышная Выигрышная она стала Чуточку позже Черные были обязаны Пожертвовать качество И пытаться удержать Вот такую вот позицию Где компенсация За качество приличная И не факт Что белые могут выиграть Объективно И эту позицию У белых лучше Но ненамного А было сыграно Ж6 И теперь уже все После Е4 Прорыв-прорыв Решающая инициатива У белых Давайте я быстро Покажу эту партию до конца Потому что позиция Действительно просто плохая У черных Доминация Ладья Бьет H5 угрожает Король уходит Из-под связки Дальше Король H8 Конь Е5 Ну все После хода Конь Е5 Сдал партию В этом положении А Шахриар Мамедяров Одержал победу Ну Следующий пункт Нашей программы Уже посвящен Сегодняшнему дню Я же перед тем Как двигаться дальше Покажу Ознакомлю вас с ситуацией После четвертого тура С набранными очками Ну С огромным отрывом Лидера Урфобиана Круана Он набрал 10,5 очков То есть он одержал Три чистых победы И одну победу На Армагеддоне Всего лишь Полтора очка потеряно На втором месте Шорхи Карло Накамура На третьем Элирда Феруджа Дальше Демираджу Гукиш Ну и Все по списку Магнус Карсон Занимал скромное Восьмое место Ну и собственно Вот с партией Весьма интригующей Весьма любопытной Центральной В туре С участием Фабиана Круана Вообще Фабиана Круана Играет конечно Интереснее всех остальных А играл он С Шахриаром Шахриаром Медяровым Шахматистом Которому хотя бы Отчасти повезло На Армагеддоне Прошлого тура Но всего лишь Лишних пол очка Он завоевал Не так уж много Итак Фабиана Круана Против Шахриара Медярова Я приступаю К показу Этой весьма Драматической И любопытной Партии Ц24 Сыграл На первом ходу Фабиана Круана Последовала Е5 И пошел Теоретический спор Вообще Фабиана Круана На этом турнире Конечно Один теоретический спор Ведет за другим И почти все Из них выигрывает Можно сказать Даже просто все В той или иной степени Конь Ц6 И Е4 Ну конечно Черные А именно Шахриар Медяров Играют С ЛНЦ5 Надо сказать Что Шахриар Медяров Эту позицию Отставила белыми и черными И вообще тоже Как Фабиана Круана Знаком с ней И Фабиана Круана Так играл И не опасался Не опасался Тому что соперник Сделает сильнейший ход Конь бьет Е5 Ну а весь вариант Стал знаменит В общем отчасти Ну Первая партия Которая привлекла Наше внимание Это партия Сыгранная Хансом Ниманом До того как он обыграл Это был первый тур Он его партию выиграл До того как выиграл Втором туре У Магнуса Карсена Начался этот скандал Поскольку Магнус Обвинил Ханса Нимана В том что он там Четырит и так далее То есть я думаю Что применительно К данному турниру Совершенно необоснованные Обвинения Но тем не менее Вот скандал случился Итак конь бьет Е5 Конь бьет Е5 Нужно играть Д4 Солд Б4 Взятие на Е4 Ферзь Ф3 Вот здесь собственно Критический момент Конечно нормальный ход За черных Единственный нормальный Который делал и сам Фабиана Круана В частности Это конь бьет С3 И вот судя по тому Что так сказать Скоро и пошел сюда Все таки Инициатива выбора дебюта Принадлежала безусловно Фабиана Круане Что-то он такое Имел ввиду А у черных два хода Один ход Это слона 5 Самый принципиальный Там белые играют Солона в 4 И начинаются какие-то Осложнения вот такого рода Черные белые делают Тракировку То есть черт ногу сломит Я показывал длинные варианты Вроде черные везде держались Держались По каких-то этюдных идеях Красивейших Интереснейших И так далее Я не буду повторять Это все Потому что Ну вы можете кстати Отступить Найти соответствующий наш эфир И там все это разобрано Не помню Он четко здесь Сделал ничью Ну так сказать Тоже на соплях Все это держалось На каких-то Эншпелях Ладейных Без пешки При сильнейшей игре Белых Ну действительно Так все и получилось Ян сделал четкую ничью Даже так сказать Где-то восхитился Домашней подготовкой Хотя с другой стороны Ну все это неоднозначно После фержа 3 И так далее И так далее Опять же я оставлю за скобками Но не пошел на все это Шахриар Мамедяров А сделал ход Д7-Д5 Вместо хода Конь бьет С3 Ход который не дает Во всяком случае четкого уравнения Или такой четкой контр-игры Не дает Понятно что после этого хода У белых получше Но игра идет сложная Как принято говорить На три результата Ну белый обязан сыграть Слон Е2 Так не Непроско И теперь уже взять НС3 конем Не столь убедительно Поскольку белые Сразу сделают трокировку Решат свои основные проблемы А давление на пуля На пункт Ж7 останется И так далее Короче говоря Черные играют Д4 В этом смысл хода Д5 Они связывают белого коня Пока белый король Стоит на Е1 Никуда не ушел Ну не ушел на поле Ж1 сделав рокировку Белый обязан взять Черный обязан взять Белый обязан рокировать Поскольку иначе Что-то неприятное Вокруг поля С3 Произойдет Черный обязан сделать рокировку Белый играют А3 Взятие на Б2 Взятие-взятие И срон С5 То есть некая вот Исходная позиция Данного разветвления Коль скоро черные Сыграли не Никон БЦ3 А сделали ход Д5 Понятно что Изначально Шахриар Мамедиаров Что-то такое смотрел Иначе бы не пошел Вот на это разветвление Наши электронные друзья Говорят что у белых Бесспорный плюсик Плюс равно такое хорошее Но позиция на самом деле Коварная Обойду острая Слон Д3 играет Фабиана Круана Всякий бы так сыграл С угрозой Мата на А7 Черный обязан сыграть Ж6 Все остальное проигрывает Е6 Вот это собственный ход Который вроде как Сокрушает оборону соперника Черные угрожают ходом Слон Ф5 Решить все свои проблемы У белых нет вроде бы Никакой достойной альтернативы Ну ферзь Ф3 Не актуально Я даже думаю Слон же 4 Можно сыграть черными А после Е6 У черных вроде бы Проблемы близкие К неразрешимым Потому что что лежит На поверхности Нельзя взять ни пешкой Ни слону Если слон Е6 Тогда ферзь Е5 С угрозой Мата на Ж7 И наш 8 Если Ф6 Единственный ход Как иначе спастись Тогда взятие на Е6 Протеряли фигуру Без компенсации Белые выиграли Фигуру оснею партию Если же сыграть Здесь не слон Бет Е6 И Афьета Все равно Тоже самый ход Ферзь Е5 С угрозой Мата Здесь не сразу Черные проигрывают Но проигрывают все равно Ферзь Е7 Парирует угрозой Мата на Ж7 Но можно забрать Одну пешку Вторую пешку И в общем Позиция черных плоха Это понятно Выигрышная позиция белых То есть Брать на Е6 Ничем нельзя Но Шкарьер Медяар Делают Ферзь Е7 Защищающий слона И парирующий Прямую угрозу Ферзь Е5 Потому что Ферзь Е5 Последует Ферзь Е7 Ф6 Ну Смысла В ходе Ферзь Е5 Особого нет Потому что Все равно Черным без хода Ф6 не обойтись Все равно Черные на Е6 Взять не смогут То есть Если белые Возьмут на Е7 Например Малодушно Тогда после Ладиобета Ф7 Черных не просто Хорошо Нормально Но у них лучше Так как Белый Ферзь Не может Нормально При нормальном Нет нормальных Отступлений Не может избежать Размена А Ншпири Черных лучше Так как у белых Слабости Но если Ферзь Д5 То С6 Нет у Ферзя Никаких полей Для отступления Кроме хода Е5 На Е5 Размен Размен Слон Е6 И подтягиваем Лади И в Ншпири Черные стоят Просто лучше Может быть даже Технически выигрышные Позиции В данном разветвлении Коль скоро Белые Неправильно Маневрировали То есть Еф Не то Ну у белых Был выбор То ли сыграть Ладья АЕ1 В наглую Оставляя пешку А3 без защиты Освобождая Поле А1 Для отступления Своего слона Белые сделают Ставку на атаку На черного короля Это засоргло Внимание И примерно Разоценный ход Сделал Фабиана Куруана Более естественной Более человечей Не ладья АЕ1 А ладья ФЕ1 Ответ черных А7 и 5 То есть черные Тоже говорят Ну хотите бить На Ф7 Бейте Там ничего особенного С нами не случится А мы хотим Подтянуть ладью С поля А6 И потом уже На А6 Чем-то забрать Не опасаясь Того что Потеряется слон После ФЕ5 Ф6 И ФЕ6 Ферзь Ф4 Играет Фабиана Куруана Были ли какие-то Другие возможности Например Что такое ФЕ5 Давайте прикинем То есть Заманчиво Все это вроде выглядит Но все равно Черные играют Ф6 Потом играют Ладья А6 И так далее Смысла особого нет Ферзь Ф4 Ход более гибкий То есть По линии Е Ферзь может куда-то На А6 прыгнуть При желании Где-то на А6 Что-то будет висеть Но черные играют Ф6 сразу Все равно Но белые сэкономили темп Не играя ФЕ5 И тогда Ф6 Темпом Черные отвечали А Ферзь Ф4 Ф6 И слон Е4 Ну вот у белых Позиция по-прежнему лучше Ну и вот здесь Ладья АД1 Сыграл Фабиана Куруана И вероятно Этот ход явился Первопричиной Его дальнейших трудностей Струднений Белые могли сыграть Слон Д5 С идеи Слон бьет Ф6 То есть срабатывает Эта идея Например Ну как играть черным Например С6 Тогда белые Отступают И что важно В результате Перекрывается шестой ряд Ладья А6 Стоит никак Вот при открытом шестом ряде Она работает Она может быть переведена На Д6 Она атакует пешку Е6 И так далее Если сыграть Ладья Б6 Пытаясь атаковать Белого слона То белые осуществляют Свою основную идею Слон бьет Ф6 Я показываю Что действительно Идея серьезная С которой надо считаться Кажется На самом деле Первоначально Что все у черных хорошо Потому что в этой позиции Играется Е8 Ферзь Черные отвечают Слон Ф2 Берут на Е1 Взять и взять И играют с Слон Ф5 Ну можно дать шаг Конечно какой-то На Е7 Черные отступят У белых тоже плохой король Угрожает ладья Б1 Шаг То есть никакого мата После ладья Е7 Король А6 Белые поставить не могут Могут сыграть С5 Тогда ладья Б2 Опять же Хотите давать шаг Давайте Ну после А3 Позиция около равенства У белых не хватает пешки Но у них активность Странно Примерно равная позиция И на нее черные Готовы были бы пойти Я думаю Если бы вот в этот момент Когда белые играли Е8 Ферзь В нашем варианте У белых не было бы Более сильного хода А именно Е8 Конь Шаг Слабое превращение Которое обеспечивает Белым заметное Значительное преимущество То есть Вот такой редакции Отыгрывается Ферзь Играется просто ладья А2 Защищая вот этой ладьей Пешку Ф2 Смотрим глазками на позицию У белых чистое лишнее качество У черных Кое-какая компенсация Конечно То есть Преимущество белых Так не превышает У сровной одной пешки Но лишнее качество Все равно лишнее качество Это перевес То есть Иными словами Вот здесь вот Ладья Б6 не годится Ход С6 тоже не годится Потому что ладья Отрезается по шестому ряду Слон отступает И белые сохраняют Все выгоды своего положения Скажем король Тогда ладья Д1 Ну бить на Е6 Нельзя Там слон Ж4 И нет хода Ф5 Сейчас или раньше Слон бит Е6 Не годится Слон Ж4 И нет хода Ф5 Поскольку по диагонали Б2 Ж7 Белый слон с Б2 Связывает пешку Ф6 Но черные должны были бы Сыграть здесь король Ж7 В этом варианте И белые могут сыграть Ладья Д1 Вот Ладья Д1 лучший ход Поскольку активность Ж4 Пытаясь там сыграть Ж5 И выиграть партию Не годится Не проходит Черные отвечают У ладья Б6 Такой злода Там слон Д4 Поскольку от слона Черная ладья все равно не отстанет Теперь размен-размен Ладья Д8 И здесь у черных все в порядке Атаки белых нет Ж5 это не опасно Из-за хода ладья БД6 Но вот Ж5 сыграли Ладья БД6 Размен-размен-размен Е7 не опасно Из-за ладья Е8 С6 угроза Ну на Е6 взятие Где-то как-то тоже будет То есть сложная игра Но ничего страшного Для черных не происходит У белых преимущества Никакого нет Это в случае Ж4 Лучший ход здесь ладья Д1 У белых лучше У белых лучше в этом варианте Но если ладья Д6 Тогда Ж4 Уже в такой редакции Хорошо Угроза Ж5 Слон бьет Е6 Не годится Потому что следует Ж5 зацепились За все это дело Взялась черная Сыграли ладья Д6 А не ладья Б6 И после хода ладья Д1 У белых появилась Возможность Вступить слоном на А1 Поэтому в этом хитрость С такого порядка ходов Ладья Д1 Освобождая поле А1 Для вступления белого слона А затем же Ж4 Вот такой вот идеи Здесь белых просто Выигрышная позиция Во что легко поверить Это в случае хода ладья Д6 А если ладья Б6 То слон С3 Пока можно сыграть На А5 пешка подвисает Скажем С6 Вытесение слона Слон наступил Ладья Б3 Атакуем слона Но слон уходит куда-то в центр И пешка Е6 Гордая, сильная И так далее Взять ее никак нельзя У белых лучше Хотя позиция сложная Слон Д6 Сфер Ж5 Очень сильный ход Именно сюда Зачем? То есть план белых При связанной черной пешке Ф6 Начать на движение пешки Аш Я все это показываю Зачем вам? То есть я констатирую То что у белых здесь лучше Но надо это проиллюстрировать Поскольку может показаться А почему лучше? У черной игры своя контр-игра Очень схожая с тем Что мы видим в партии Карм ладья А3 Теперь Аш4 С угрозой двинуться вперед Если теперь король Ж8 Тогда ферзь отступает на С1 Беря под контроль черную ладью Угрожает С5 А потом выиграет ладью Ну можно пожертвовать качество сразу Сыграть как-то слон Б4 Такая вот контр-игра Но оказывается Что или после хода Сладья Е4 И после хода слон С3 У белых Ну может быть слон С3 Сильнее вообще Честно говоря Вот так вот сыграть То есть качество Без достаточной компенсации Пешка на И6 Весомый аргумент Контр-игры у черных нет А у белых лишнее качество С перевесом Это в случае хода король Ж8 А что будет в случае Сильнейшем хода ладья Д8 Который выглядит экзотично Поскольку ладья Снимает защиту с поля Ф6 Тогда ферзь отступает на Д2 Ну встает в засаду Белые хотят сыграть Х5 На что черные не смогут сыграть Ж5 Из-за ферги от Ж5 Скажем слон Б4 Пытаясь выиграть качество Теперь слон где-то Ф6 Вот в таком варианте Почему черные идут на это? Пытаются идти на это Потому что они забирают на поле Е1 И здесь в общем Вот ничего особенного не происходит Опять же Ну если взять НС8 Почему Е7? Если взять НС8 Что это такое? То белый король оказывается В немножко таком Ну может сыграть просто король Ф6 А такую пешку По материалу что? По материалу равенства Белые что-то отберут Пешку Е6 потеряют Ничего у них не будет Если Е7 Что гораздо опаснее выглядит Поскольку угрожает Е8 ферзь Не видно как с этим бороться То слон Д7 поддаем слона Но зато останавливаем пешку Белый слон не может включиться В игру и атаковать черного короля Или создать угрозу Е8 ферзь То есть пешка нейтрализована Белые могут забрать вот эту пешку Теперь слон Б4 с угрозой взять пешку Белые могут не допустить слон Е7 С полным комфортом для черных А сбросить пешку И забрать НС6 И доминировать по седьмому ряду Но оказывается что после А4 У черных достаточно для спасения контр-игра Так как пешка очень сильна Ну скажем что там делать Вот так как-то сыграть Например ладья А7 Ну даем шаг разумеется Двигаем свою пешку И что очень важно Слон чернопольный черных Поддерживает пешку И обеспечивает создание угрозы Прохода ее ферзи И видимо белые не имеют ничего большего Чем какие-то там ничья есть у белых конечно Вот такие странные варианты Которые могли начаться после хода слона Д5 Сильнейшего в этой позиции Хотя белые уже слон Д5 не сыграли В оптимальной редакции А здесь это немножко не столь убедительно Ну ладно Ладья Д1 Ладья Д1 было сыграно И ответ черных ладья Д6 Ладья Д6 Здесь у белых лучше Вот здесь что важно отметить Черные могли сыграть не ладья Д6 А ладья Б6 Ладья Д6 это после взятия Приводит к тому что у белых все равно получше И лучший ход за белых был ферз С1 Отступая назад Ну ферз атакован Он мог наступить на А4 Аккуратно Или на С1 защищая надежно пешку А3 Здесь схожие варианты получается с тем Что встретилось в партии В чем так сказать разница Такое чередование идей Здесь черные не могут взять на Е6 По причине не слон Д5 Вот слон Д5, слон Е5 И черные в порядке Ну у них похуже Ну ничего страшного А слон Б7 Отобрали пешку вот эту Связка по линии И угрожает ладья Бьет Е6 И слон Д5 В таком порядке ходов То есть С6 лучшая защита за черных Иначе что-то на поле Е6 Разражается неприятно И слон Е5 не защита Поскольку дважды взяли Получили лишнюю пешку и доминацию А после С6 Взятие на С6 С2 удается вроде бы Но если король бьет Х2 То дали шаг И взяли на С6 И все в порядке У черных А после король Х1 Это вступление Поскольку угрожает взятие на Е6 И слон уязвим А ходом слон Е5 Черные все-таки разгружают позицию Но белые настаивают На том что они хотят Использовать выгоду Своего положения С слоном на Е6 Ну Ферд С7 лучший ход Потому что если взять на Б2 То здесь выясняется Что в общем нехорошо Так как по линии Е Пройдут неприятнейшие события Или взятие на Е6 С слон Д5 Или просто слон Д5 Ну или даже скажем Если ладья Д8 Пытаясь какую-то контргруппу получить Ну слон Д5 на самом деле Все равно слон Д5 И нехорошо у черных Там ладья Д6 Ферзь Ф5 Взять надо Ферзь Б3 Ферзь идет куда-то на Ж3 На Е3 Может быть С5 идея появится Ну скажем ладья бьет Е6 Ладья бьет Е6 С5 Такие идеи могут возникнуть Ну в общем черным здесь нехорошо Это поверить легко Вот Это по поводу Когда слон бьет Б2 А в случае хода ферзь С7 Взятие и взятие на С6 Возникает вот такая вот позиция Которая не выигрышная у белых Но с перевесом позиция С перевесом в миттельшпиле За счет того Что пешка Ф6 Создает все-таки давление на черного короля Разноцвет пользу белых Какая-то атака может быть Опять же Видимо черные держатся Но так сказать Из последних сил Спасаться черные должны А у белых инициатива Это по поводу хода слон Е6 Который не был сделан А был Извиняюсь Вот я Всего это То есть Это вариант конечно То есть я зря сказал Что вот С6 Это правильный ход в этой редакции В случае хода ферзь С1 Который не был сделан Вот слон Е6 нехорошо После ферзь С1 Хода который не сделал Здесь Фабиана Круэна А С6 Ход правильный И после слона Ф3 Возникает вот такая вот игра Где у белых получше чуточку Ну скажем слон бьет Е6 Слон Ж4 Связали И та же самая стандартная идея Слон Е5 Защитительная Ну идея в чем стоит Что после взятия на Е5 Следует вот такой вот ход А можно взять на Е6 И сыграть Ф4 Давайте прикинем Тогда ферзь бьет Б2 Слон бьет Б2 разумеется То есть ферзь белых на С1 Стоит неудачно Он попадает под удар Здесь вот если Ф4 сыграть Тогда слон бьет Б2 Белый ферзь падает под удар И нет хода Ладея Е6 И за слон бьет С1 То есть черных держится на соплях здесь Но если слон Е5 Тогда слон бьет Ж4 Как я говорил И у черных порядок То есть у белых лишняя пешка У черных лишняя пешка Пешку можно отыграть С помощью хода слон С3 Можно играть без пешки И пытаться сыграть на атаку У белых чуточку лучше видимо Но не более того Ну так надо было играть Ферзь С1 Белый бы вне зоны риска А Фабиан Акуруан решил сыграть на большее Ну вот ферзь идет на А4 Ферзь поближе к черному королю К атаке и так далее И здесь С6 уже То есть здесь уже на А3 брать нельзя Здесь надо играть С6 И белый обязан будет сыграть слон Б1 Сохраняя примерное равенство Так как теперь слон бьет А3 не годится По причине слон бьет А3 Взятие взять Е7 Владея Е8 Ферзь бьет Ф6 Все понятно Это нехорошо для черных Черные были бы обязаны вместо хода слона А3 Сделать ход слон бьет Е6 И тогда есть ход у белых С5 Конечно вот такой сброс удлиняющий диагональ Взятие теперь слона А2 Слон завязан Но оказывается что после слона А2 Взятие на Е7 Взятие на Е7 Позиция видимо около равенства То есть у черных ладья слона две пешки Что совсем не мало За ферзя Но с другой стороны Фигуры активные Пешки пока не идут Поэтому белые тоже стоят не хуже после А3 Ну сложная игра вот такая Ну для черных нормальная ситуация Но слон Б1 был правильный ход за белых Поскольку они стояли нормально А Фабиана Круана сделал ход слон Д3 Который парирует ту идею Которая раньше была хорошей для черных Слон Е6 При слоне на Б1 Это была правильная идея Поскольку теперь слон Е6 не годится По вполне понятной причине С5 Сброс пешки в такой редакции Затем удар на Е6 И затем в главном варианте Слон С4 Связывая ферзя И выигрывая партию Но оказалось что в этой позиции Слон Е6 играть не обязательно А можно сыграть слон А3 Недооценил безусловно этот ход Фабиана Круана Но после этого хода у черных лучше Конечно пешка на Е6 сильная И все прочее Но две лишние пешки у черных Или одна Одна лишняя пешка Но все равно не так мало И после слона А3 Ферзь А3 Висит слон на Д3 Что неприятно Поскольку Е7 не проходит Е7 ладья Е8 Ферзь Ф6 Что при белом Слонена Б1 давала решающее преимущество Е7 ладья Е8 Ферзь Ф6 Но в данном случае это невозможно Из-за ферзь бьет Д3 Висит слон Это губит белых Можно было сыграть Ферзь Д4 Чтобы было получше У черных было бы все равно Небольшое преимущество Вот здесь Полной компенсации за пешку нет Но игра шла Как принято говорить На три результата Белые совершенно не обязаны Были проигрывать Ну здесь ладья Е8 Скажем можно сыграть или нет Давайте прикинем Для того чтобы забрать пешку Е6 Белые тогда сыграли бы ТЦ5 И парировали бы Это основную угрозу Слон Е6 Там завязки страшные идут Ну вот можно ли взять Вот так вот Давайте прикинем Слон С4 Ну король А7 идет или нет Слон С4 Это позиция без качества С преимущества у белых Это понятно А с король А7 Почему это не хорошо Ну ферзь А3 Ферзь А3 висит на А7 На Э6 какие-то проблемы Но угрожает ладья Е6 Угрожает ферзь Бет-А7 Черным нехорошо Надо играть ферзь Бет-Ц5 И позиция черных разваливается Просто после удара на Э6 Белый Так Ну а если не ладья Е8 сыграть Как мы сейчас попробовали А ладья Д8 Тогда слон С2 Король Ж7 Ф4 Ну и позиция у черных здесь хорошая У черных лишняя пешка Но До выигрыша далеко Все-таки пешка Е дает белым Приличную компенсацию Угроза Ф5 позиционная существует Черные сыграют Ф5 Страшно огодят своего короля Поэтому лучше всего Сыграть здесь За черных ферзь Б4 И Если Е7 То просто владя Е8 Ничего у белых не получается С пешкой Е Она превращается в слабость Ну можно сыграть С5 Скажем Изолировать черного ферзя Черный ферзь на Д2 Приглашая к размену белых И как ни странно На тактике держится Здесь Черный Потому что Взятие-взятие Вроде пешка Е7 Идет вперед Проходит ферзи Но у черных есть ход Слон Д7 Потом слон Е8 Слон висит Е8 нехорошо Слон Е8 Молодя Е8 Висит слон С2 А иначе слон Е8 У черных все хорошо У черных преимущество Близкое к решающим То есть это по поводу Хода ферзи Д4 После которого Игра оставалась сложной Неясной У белых было похуже Но ничего страшного Но Фавиано Куруано Продолжает играть На атаку Он Так сказать Сохраняет Такую иллюзию Внутри головы Что он сильнейшая сторона Но если бы черные То есть Шахьян Мамедяров Сыграет здесь Ф5 Пересекая угрозы По диагонали То у черных было Просто преимущество Без компенсации Реальное Поскольку Слон изолирован Он не может подключиться К поддержке своей проходной Е7 Это ладья Е8 И так далее И пешка просто потеряется Постепенно Аж 4 Самое естественное выражение Теперь ферзь С3 Атакует ладью Ладья Т1 И Слон бьет Е6 Ну можно сыграть Слон бьет Ф5 Такой нанести Тактический удар Эффектный Красивый То есть нельзя брать На Ж3 Потому что черные Останутся без фигуры После промежуточного удара На Е6 А потом ФЖ Но черные могут сыграть Ферзь бьет С4 Защищая слона И возникает Вот такой вот Получается вот такой вот вариант В котором Ну у белых Есть шансы на спасение У черных Две лишние пешки В том числе Три связанные Проходные Но давление на черного короля В таком сложном Миттельшпиле Эншпильного типа При ферзях И ладьях Дает белым Шансы на спасение Но не более того То есть Ф5 Вот приводило К такому последствию К той позиции Которой я говорил В последнейшей игре сторон А ход ладья И 8 Сделанный здесь Мовидиаром Мужественно интересный Ход Тоже сохраняет за черными Некоторые преимущества Допускает тот удар Который заготовываешь Здесь Издалека Фабиана Круана Слон бьет Ж6 И теперь Взятие на Ж3 Ферзь висит на А3 Заметьте Взятие на Е6 Нехорошо Ну как нехорошо Потому что здесь Белые спасаются Вот эта позиция Угол равен Странно Там ладья Е7 С5 Зажали фланг Пешки С и Б В7 и С6 Просто Бесценены Пешка Одна не боец Но где-то Какой-то размен Произойдет Белые еще имеют Движение пешки ДФ5 Чтобы поддержать Свою проходную То есть Черные должны Сами сыграть Ф5 Подтянуть короля Ну давайте Ф5 сыграли Ладья А1 Взятие на Е6 Взятие 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 Считаем пешки Пешек поровну Ладья на Эшпиль ничей Может быть символически Черных лучше После шаха Перевода ладьи на Б1 Но объективно Это ничья Белые также Контролируют пешку Стоящую на Б7 Если черные начнут Атаковать пешку С5 С поля Б8 Ладья Б8 Белые сыграют Надвигают пешки На корфланги Меняют пешку Ф5 И это ничья По вполне понятным причинам То есть Вот ферзь Б3 Здесь это всего лишь ничья Но Шахер Мамедяров Наносит удар Ладья бьет Е6 Прекрасный удар Так страшновато Вообще Блица было бы страшновато Ну и вообще Так Когда глядишь Как так Ферзи висят И так далее Но оказывается Нельзя брать на Е6 По причине Ферзь С1 Шах И мат на Е1 После ладья Е1 Нельзя брать на А3 Потому что ладья бьет Е1 Мат в один ход Следовательно Нужно куда-то Уходить своего слона Шахом А полей таких особо нет Поскольку Если слон Слон Е6 Давайте Слон Е6 Я сделаю ход Такой вроде бы естественный Во всех отношениях Что после этого получается Тогда ферзь бьет Ж3 Следует Вот такое неприятное решение Слон бьет Е6 Слон бьет Е6 Белые выиграли качество Но Они потеряли пешку С4 И оказывается Штеншпирт безнадежный У белых Три связанные проходные Они надвигаются Может быть одну пешку Белые заберут Но очень далеко пройдут Черные проходные Наверное же быть проигрышный Для белых То есть Вот это самое естественное решение Слон на Ф5 Тоже не годится С выигрышем качества Я повторяю этот вариант Потому что Связанные проходные На ферзьевом фланге Решают судьбу партии И в результате Пришлось На Куране отступать на Д3 Перекрывая линию Чтобы не было Разменной ферзей Теперь король Х8 Ладья Д1 И ферзь Д6 Позиция черных Белых словно лучше Просто здоровая лишняя пешка До выигрыша еще далеко Может быть белым Стоило сыграть Х4 Вопрос сложный Ну Я не знаю Я не буду давать Однозначных советов Даже не оценок А просто советов Сыграл по-другому Слон на Ф1 Уходя в некий пассив Здесь Фабиана Курана Видимо Ход все-таки неточный Ладья Е5 Не торопится шах Он начинает усиливать Позицию сейф фигур Ладья Д4 Теперь уже Ладья Е1 Ферзь С3 Слон уходит поглубже Конечно Какие-то маты на Ф6 Вроде как Где-то как-то могут случиться Но непонятно В какой редакции Если Ладья Д7 Ферзь Беда Д7 Ферзь Беда Д6 Ферзь Ж7 Закрылись Ничего не получается Ферзь Д2 Ферзь Е5 Ладья Д8 Ферзь Б1 Опять же Позиция Вот я говорил Сказал много слов Что у черных преимущество Но преимущество Это не решающее И вот здесь был Решающий Критический Ну ключевой момент В партии Судьбоносный момент То есть Вот в этот момент Мог спасти партию Фабиана Курана Вот он защищался Защищался Но сейчас достаточно Изобретательно Допустив пару Неточностей Ну одну безусловную ошибку Еще одну неточность Как минимум Шах играл Тоже логично Но сказать Что у него Выигрышная позиция Нельзя У него были шансы На выигрыш Он довел до этого дела Теперь белые Должны были сыграть Король H2 И после Ладья Бьет F1 Следует Ладья Бьет G8 И это вечный шах Вот мог не понять На самом деле Ну времени Не так много было Все-таки До 40-го хода Нет добавления Дальше 10 секунд А до 40-го хода Еще надо сделать 4 хода 4-5 ходов То есть здесь Это ничья форсированная Вечный шах Понять что это Вечный шах Не так легко Ну я покажу Сейчас механизм И станет все ясно Если король G7 То шах Если король H6 То шах с Е3 Если король H5 То вот важный момент Кажется что шахи Могут кончиться Но есть ход G4 И если сыграть король G6 Тогда просто шах с Е8 И уже черный король Вперед не пойдет И белый шах Белый ферзь легко дает шахи Вплоть до вечного А если сыграть король Бьет G4 То такой механизм Ферзь Е4 Шах Надо играть на H5 Ферзь бьет Е7 Шах И после король G4 Ферзь возвращается на поле Е4 И вечный шах Вот такой вот По полям Е4 и H7 Ну король G6 Поэтому вроде бы Надо сыграть здесь Не на H5 Из-за хода G4 А здесь Давайте я назад возвращаюсь А король G6 Теперь ферзь Е8 Шах Если король H6 Тогда даем шах с Е3 Если король H5 То G4 Мы это проходили Вот такой вечный шах Если король G6 Тогда даем шах назад И опять же ничего не получается Если здесь сыграть король F5 То белый снова играет G4 И реализует ту же самую идею И выясняется Что надо или взять сразу Или постепенно Король F4 Ферзь Е3 Ферзь Е4 И получается вот эта самая ничья Которая нам хорошо знакома Ну давайте я даже По более длинной дороге пройду Король Е3 Тогда дали шах с Е3 Заставили взять Дали шах Дали шах на H7 И получается вот такая вот Ничья И никуда не деться От этого вечного шаха Черного короля Ну и наконец-то не король G7 И король F7 То получается то же самое Шах Теперь шах с Е8 Ход сюда Но если король F5 То G4 мы знаем А тут ферзь Е3 Снова G4 Ну и то что мы проходили Вот такой вот вечный шах То есть вот Ходом король H2 Здесь в этом положении Здесь был ход белых Фабиана Курана должен был его сделать Он не сыграл Король H2 35-й ход До 40-го хода нет добавления Времени у Фабиана Курана было мало Ну и как-то понимаете Все-таки интуитивно люди охватывают ситуацию Он упустил ничью ходом Король H2 Он сыграл Ферзь D3 Ферзь D3 Защищая слона Но после Ферзь B1 Оказывается Что совсем не те пироги То есть Ферзь уйти не может Из-за ладья битов 1 шах Ферзь H1 шах Ферзь G6 шах И черный легко выигрывает Белый обязан Поэтому попытаться Дать вечный шах здесь Но здесь При хорошем положении Ферзя на B1 И главное При хорошем положении Ладья на Е1 Которая контролирует Линию Е И ключевые поля Е8 и Е7 Вечного шаха нет Ну Ферзь D7 было сыграно Но если Ферзь D7 То король H6 Шахи кончились сразу А после хода Ферзь D7 Король идет вперед Дальше он идет еще вперед Дальше убегает Убегает Побежал на ферзьевый фланг И ничто не в состоянии Его остановить В этом победном Убегании Ну Здесь можно было сыграть Ладья битов 1 Не поступил Так Шахриер Мобедяров Это выигрывало легко Он сыграл Ферзь Е4 С угрозой взятия С идеей взятия на H4 То есть Чтобы поменьше было Возможности давать шахи Черному королю Ферзь вроде по линии Е Отрезает Контролирует важнейшие поля Хотя и так и так выигрывало И здесь легко убедиться Что все это Ну такие входы были сделаны В конце И здесь Поскольку шахи кончились На F1 все висит Фабиано Каруана признал Себя побежденным Ну Что я еще хочу вам показать Собственно сегодня Пожалуй Хочу показать Партию между Магнусом Карсом И Анишем Гири Причем не основную партию А Армагеддон Основная партия была Тоже достаточно любопытна Но Но не столь интересно Давайте уйду все-таки В начало Этого поединка Что было Магнус Карсон Сделал ход С D2 на D4 Ничего оригинального И пошел на защиту Немцовича То есть Аниш Гири регулярно ходит На защиту Немцовича Если ему дают Но здесь Магнус решил сделать то Что в общем не считается опасным Для черных В свете современных знаний Причем в начале Вот на взятие На D5 Конь Е4 Быстро сыграл Аниш Гири Ферзь С2 Взятие Слон Ф4 Слон Ф5 Ферзь бьет С7 То есть жертвуется пешка Взятие Взятие И черные сыграли Радья С8 И после хода Слон Ф4 Сделали не сильнейший ход Сильнейший ход Который дает черным Полное уравнение И нейтрализацию Давления белых Лишние пешки белых Это Конь С6 Хитрость в чем? Ну хитрость в том Что после Ф3 И отступления Черные успевают Вот в такого рода Вариантах Перебросить своего коня На активную позицию Б3 Затем же ладья Входит в игру И так далее И вот здесь Ничего не получается Потому что Идея Ж4 Которая в иной ситуации Могла бы белым Дать преимущество Парируется С помощью хода Конь Берджи 4 И на взятие Можно сыграть Слон Е4 Приставая к белой ладье А вместо этого Вот здесь вот Ну если белые Вместо этого Вместо хода Конь С6 Ани Жгири сыграл Ладья С2 Сразу активизирует ладью И у белых Появляется возможность Сыграть Ф3 И затем Ж4 Может быть белым Даже Средсообразнее было Сыграть Ж4 Атакуя слона Так как слон Берджи 4 Играть нельзя Из-за Ф3 Вилка И выигрывает белый А тут что Ж4 Ну в данном случае Жертва уже пустая ФЖ Слон Е4 И Конь Ф3 Слон Е6 И белые играют Ладья Б1 И оказывается Что у них Просто лишняя пешка Следующий ход белых Слон Д3 Вытесняется ладья С активной позиции Ну вот Слон Д3 Ладья уходит Конь Е2 Просто здоровая Лишняя пешка Без компенсации Технически выигрышная позиция И с реализацией Этой самой Лишней пешки Выигрышной позиции Справился Безупречно Магнус Карсон Слон С7 Конь Д7 Король Ж3 И как я понимаю Черные сдались Потому что План реализации Очень прост Король Х4 На Король Х6 Подтягиваем резерв Где-то сыграем Е4 Спешка Б6 слаба Б5 Нельзя сыграть То есть Позиция белых Выигрышная А позиция черных Проигрышная Я сейчас взгляну Было ли что-то интересное В других партиях Ну еще одна партия Армедедона Это СОу Феруджа Вне всякого сомнения Любопытная Я посмотрю Что там сейчас Происходит Позиция вот такая Вот у них Но это ничья То есть СОу Феруджа Это ничья В результате Феруджа Получил Победил В этом схватке С отсчетом полтора На Одно очко А я подвожу итоги Я подвожу итоги Этого самого Пятого тура Уже с результатами Но не совсем Со всеми результатами То есть Результат В ССОу Против Феруджа У меня здесь Не проставлен Давайте я Его поставлю Сейчас То есть Феруджа Выиграл Сделав ничью Вот так Все это Выглядит Теперь И ситуация Ситуация Какой она Оказалась После Пяти Игровых дней Не пяти Туров Правильно А именно Пяти Игровых дней Итак В пятом туре В основное время Шахьяр Майюдиар Выиграл у Фабиана Каруана Остановив победную Поступь лидера А вице-лидер Хикаро Нагабура Выиграл в основное время У Алла Усайдера Ариана Тари И сократил отрыв От Фабиана Каруана Алиса Феруджа Выиграл На Армагеддоне У ССО Магнус Карсон Выиграл на Армагеддоне У Аня Шигири И Добраджу Гутиш Выиграл У Дадирбек Абдусатора В очень тоже Любопытном Армагеддоне Я не буду вам показывать Чтобы не дурить головы Хотя там тоже Довольно любопытные события Были Как в основной части партии Так и на Армагеддоне Я вот так вот Табличку свою Так сказать Оформил На самом деле Что получилось На самом деле Извиняюсь за эту фторогию Давайте я подредактирую Поскольку понятно Уже что это такое Поскольку Алирда Феруджа Выиграл Армагеддон Сграв ничью черными То он набрал Семь с половиной очков Я его подвину назад Немножко Чтобы он вписался В таблицу И Ничего Так сказать Не набрал дополнительного Весли Соу На Армагеддоне Вот так вот Нужно все это сделать И положение оказалось Вот таким Каким вы видите Сейчас ее На турнире На этой табличке Лидерство я личное Сохранил Фубиана Каруана У него десять с половиной очков Одно поражение Потерпел От Шахряра Мамедьярова На втором чистом месте Сократив отрыв И составив Уже думаю Обозначив свое Так сказать намерение Побороться за первое место На втором месте Идет Хикаро Накамура На третьем чистом Анирита Феруджа Который Незначительно Опережает Дамараджугути Шей Шахряра Мамедьярова А далее идут Недерга Голосаторов Аниш Гири Весли Соу И Магнус Харсон Который не выиграл Ни одного Ни одной партии В основное время А только побеждал На Армагеддонах Но Четыре победы На Армагеддонах Это не так уж много Вот такое Ну что ж На этом очередной выпуск Посвященный Проходящему Норвежскому стандарту Таванге Очень интересному Турниру Норвей Чес Подошел к концу Перед тем Как проститься Я по традиции Призываю вас Ставить лайки Подписывайтесь на наш канал Те кто не сделал этого ранее Обыграть своих соперников Играя с ними Как в очные шахматы Так и в заочные То есть в сети интернет Ну и опять же Если наши выпуски С Мариной Вам нравится Если вы готовы Поддержать нас То делайте это Мы очень признательны Всем тем Кто так поступил ранее И тем Кто так поступит В ближайшее время А пока До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»